Всем привет! С вами снова Константин Калуцкий и сегодня мы продолжаем изучать мнение иностранных болельщиков о нашем российском футболе и сосредоточимся на сборной России, которая обыграла сербов со счетом 3-1. Не так давно я подготовил видео, где были разобраны комментарии сербских фанатов касательно данной игры, ну а сейчас давайте сосредоточимся на нейтральных болельщиках, которые не проживают ни в Сербии, ни в России, которые смотрели этот матч как сторонние наблюдатели, которые сделали свои выводы и написали свои комментарии. На сайте inoprosport.ru были собраны самые интересные мнения иностранцев касательно матча Россия-Сербия. Ну а я сейчас, с вашего позволения, зачитаю вам перевод этих мнений для нашего общего ознакомления. Поехали! Отличная новость для любителей футбола и для тех, у кого все в порядке с чувством юмора. Создатель комикса про Александра Головина теперь делает, внимание, футбольные пародии. В его коллекции такие игроки, как Салах, Суарес, Серхио Рамос, Рэшфорд, Дзюба, Смолов и другие. Федор Смолов, кстати, уже успел заценить этот проект и даже поставил лайк за свою пародию. Проект этот уникальный и не имеет никаких аналогов в России. Подробнее ознакомиться с этими работами можно в инстаграм-канале автора, который называется Монегасик Алекс. Заходите и подписывайтесь. Футбол написал. У Сербии ужасные защитники. Они позволили дедушке Дзюбе играть так, как играл Суарес в лучшие годы. Ну, касательно Дзюба и Суареса, это мало того, что футболисты разного масштаба, так еще и типология игры у них разная. Дзюба более мощный атлетичный форвард, но все равно сравнение любопытное. Защитники сербские действительно провалились. И если брать того же самого Максимовича, то он как раз-таки подарил Дзюбе второй забитый мяч. Поэтому здесь комментарий отчасти обоснован. На эту же тему пишет и Ле ТПВА, который отметил следующее. Это худшее выступление Максимовича и всей обороны сборной Сербии в истории этой страны. Я думал, что он сможет закрыть Дзюбу, но как же я ошибался. Ну, Максимович действительно привез и привез по полной программе. Себа написал, проиграть такой слабой команде, как сборная России. Это позор для Сербии с их-то составом. Ну, состав у сербов действительно сильнее российского, но это не особо их спасло. Муаки Усма написал, у России не было Миранчука, Черышева, Головина. И все равно сербы проиграли. Это смешно. Десимир написал, Россия далеко не самая сильная команда, но Сербия даже их не может победить. И это с таким составом. Ну, все упирают на состав, потому что действительно у сербов много. Звезды и Миленковичи, и Миленкович-Савич, и Тадич, но как-то это их опять же не спасает. Тимобо, как же мне надоел этот чертов Дзюба, забивает и забивает. Дресот написал, что сотворил Караваев, этот гол был прекрасен. Ну, Караваев действительно забил потрясающий мяч, и можно здесь его сравнить с Робином. Мэтт Максивелли. Боюсь представить, что будет, когда в строй вернутся Головин и Миранчук. А Максимовича просто жалко. Его здесь изничтожили. Чилски. Дзюба разрывает оборону всех европейских команд. Ну, не всех, к сожалению. Но будем надеяться, что на чемпионате Европы Дзюба будет в великолепной форме и разорвет действительно всех. Ту Матч 23. Русские показали хорошую реализацию моментов. Дзюба, как всегда, папа. Караваев гений. А оборона сербов. С такой игрой вы никуда не пройдете. Ритт Олд написал. Может, Дзюба когда-нибудь все-таки перестанет забивать? А то слишком много мячей в его активе. Ну и Тотем Эс 23. Кажется, у Фернандеса вырос конкурент в лице Караваева. Такое чувство, будто сам Ариен Робен надел футболку сборной России. Ну, действительно, мяч Караваева напоминает классический стиль Робена. Смещение в центр и фирменный удар. Правда, Робен был правым хавбеком. И он смещался справа в центр и бил левый в обводку. А здесь получается обратная ситуация. Но все равно очень красиво. Продолжение следует...